Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Вчера я выложил ролик о том, что делать если вы покупаете автомобиль с большим пробегом и не знаете менялось ли масло в автоматической коробке передач когда его менять, как менять, я рассказал в прошлом ролике и сразу же, тут же, слишком много в комментариях начали писать вот такую вот ерунду значит что, если масло в АКПП не менялось, то лезть туда уже поздно АКПП все мертвое, полную замену масла делать нельзя, адаптация то есть адаптация получается под бэушное масло, мы заливаем новое и коробка мгновенно умирает и всякое подобное друзья мои, я раньше тоже так думал, пока не столкнулись непосредственно с заводским сканером до настоящего времени многие считают, что адаптация идет только в минус то есть по мере износа автоматической коробки передач и выработки масла, которое залито в автоматическую коробку передач АТФ, жидкость так называемая, коробка адаптировалась именно к этой выработке и если вдруг мы меняем масло на качественное, допустим новое масло, заливаем то фрикционы не так начинают работать, потому что масло свежее а адаптация назад якобы не возвращается и происходит очень быстрый износ и умирает коробка передач Друзья мои, как-то недавно, когда я покупал свой первый Land Cruiser 120 Prado наверняка вы знаете, это легенда автомобиль один мой знакомый сказал, ты что такой автомобиль берешь? ты знаешь, что он очень сильно переворачивается на что я ему ответил, пожалуйста, покажи мне перевернутые Prado покажи мне, где их много перевернутых Prado он мне пожал плечами и в результате ничего не ответил то есть слышал где-то звон, но не знает где он такая же история с коробками автомат когда мы недавно оказались на одной из станций технического обслуживания Toyota и был подключен оригинальный официальный сканер к этому автомобилю можно было проследить, что происходит с адаптацией друзья мои, как показывает практика адаптация это не статическая величина и не величина, которая идет только в минус это величина динамическая, которая постоянно меняется в процессе работы коробки передач да, друзья мои, а почему так получается? да потому что масло сегодня оно холодное завтра оно горячее, послезавтра оно теплое и так далее и все время происходит адаптация вы запустили двигатель на своем автомобиле и поехали все, у вас сразу идет адаптация адаптация под это масло соответствующей температуры под эту вязкость масла, под вашу коробку, под износ под все адаптация происходит если вы меняете масло в вашей коробке передач коробка передач адаптируется под это масло она адаптируется как в минус, так и в плюс и полная замена масла может убить вашу коробку только в том случае, если залили какое-то суррогатное масло или залили как-то масло неправильно ну или еще один вариант когда меняли фильтр в автоматической коробке допустим, неправильно установили уплотительную резинку тогда происходит подсос воздуха в систему и естественно это приводит к раннему выходу из строя в вашей коробке автомат друзья мои, заливайте качественное масло меняйте как положено не убьете вы таким образом, по крайней мере, коробки Айсен которые устанавливаются на Тойоты про другие коробки автомат я вам не скажу но что-то мне подсказывает, что разница будет небольшая потому что все-таки основная масса коробок автомат именно классические с гидротрансформатором выполнены по одному стандарту они работают идентично по этой причине никак свежим маслом убить автоматическую коробку невозможно убить ее можно плохим старым маслом гораздо быстрее надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил если это так, обязательно ставим палец вверх подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео задавайте вопросы в комментариях будьте здоровы, всем пока!